Всем весенний привет, с вами Ксения Калм, и наконец-то у нас за окном начали появляться яркие краски, скоро еще будет зелень. Любое время года хорошо, но все-таки, когда наступает весна, то душа радуется, хочется заниматься чем-то новым, в том числе и хобби. И сегодня я хочу обсудить с вами простые, но интересные хобби, которые могут подойти к каждому. Ведь в хобби самое важное — это отдушина, это время, отстраненное от нашей работы, дел, это время отдыха, саморазвития, веселья и, конечно же, новых открытий. Первое хобби — это посткроссинг, и буквально вчера я зарегистрировалась на этом сайте, там люди обмениваются открытками между странами, городами. И вот что меня зацепило, что одна из девушек в интернете написала, что это не просто обмен открытками, это обмен посланиями, жизненными посланиями, потому что люди пишут на этой открытке зачастую очень простые вещи, например, что у них сегодня было на обед, сколько у них собак, какие планы на выходные. И это невероятно интересно, потому что это позволяет нам понять, что у всех в мире одинаковые заботы и повседневные дела. От этого на душе становится как-то тепло, спокойно и уютно. Ну и плюс вы получаете открытку, например, из страны, которую хотите посетить. И здесь есть эффект неожиданности, потому что вы никогда не знаете, в какой момент вам придет открытка в почтовый ящик. Поэтому некоторая такая детская атмосфера у этого хобби, и при этом это не требует много сил или вложений. Следующее хобби не только увлекательное, но и потом это можно съесть. Я сейчас говорю про выращивание микрозелени, либо обычной зелени у себя на подоконнике. Это отлично подойдет тем, кто любит ухаживать за растениями и за домочадцами, потому что все будут счастливы. Леша занимался этим когда-то, и он сказал, что для этого нужно вот это. Но если вы только начинаете, то вам понадобятся лишь семена и вата. С такими небольшими затратами вы уже сможете увидеть результат и потом вот этой микрозеленью украшать свои завтраки и радоваться. Что? Это я вырастил сам. Но этот совет от Лешиной бабушки. Возьмите луковицу, поставьте ее в емкость с водой, и там будет расти зеленый лук, который не нужно покупать в магазине. И заодно скажу еще одно Лешино хобби, это шахматы. Он обычно играет в них онлайн, поэтому это то самое хобби, которым можно заниматься в любом месте. При этом оно хорошо развивает мозг, логическое мышление. И в студенческие времена я тоже играла в шахматы, поэтому иногда составляю Лешу конкуренцию или как это сказать. В общем, соперничаем мы с ним в игре в шахматы. Далее это вечера и кружки в вашем городе. Обычно они проходят бесплатные. Это может быть литературный вечер, где вы обсуждаете книгу, которую все вместе читали дома до этого. Это может быть кружок английского. И вот, например, недавно я сидела в каворкинге, и там ребята собрались и играли в элиас на английском. На самом деле, со стороны это было так интересно, потому что они и язык подтягивают, и при этом играют, и при этом общаются. В общем, это действительно очень классно. Самое главное — это поискать. Например, у нас в городе есть такая группа, как Нижний 800. Я туда захожу, что-то там, может быть, ищу, потом перехожу на какие-то другие ссылки. В общем, если ищите, то обязательно найдете. Но если все-таки вы не нашли кружок, то всегда его можно организовать, например, с коллегами по работе, с однокурсниками, подругами. Как, например, в сериале «Офис», там Пэм, Оскар и Тоби собрались вместе, и у них был литературный вечерок после работы. Следующее хобби звучит так. Это находить старые вещи, например, у себя дома, либо на Авито, на барахолке. К примеру, возьмем тумбочку. Она вроде бы какая-то темная, какая-то старая, не вписывает в ваш интерьер. Но потом вы думаете, можно же ее перекрасить в белый цвет, поменять ручки, что-то еще такое придумать. В общем, побыть одновременно и дизайнером, и мастером, и все вот это вот сотворить, и тем самым придать новую жизнь старой вещи. Ты сразу же чувствуешь себя причастной к этому миру, что ты сделала какое-то хорошее, доброе дело, и при этом у тебя теперь еще и классная вещь. И далее эту вещь ты можешь поставить либо у себя, либо, например, продать на Авито, и на вырученные деньги снова приобрести старую вещь, и так по-грубо заниматься этим хобби. Следующее хобби, которым я хочу начать заниматься, это раз в неделю, например, по воскресеньям, готовить какое-то новое блюдо, которое я раньше не пробовала, либо пробовала очень давно, либо это блюдо только зарубежной кухни. Это позволит находить новые сочетания, находить что-то новенькое, что вам может понравиться, потому что зачастую мы привыкаем к пище, уже привыкли, что вот нам нравится только это, и мы просто вот однообразно это и чередуем. Но вкусовые рецепторы столько же заслуживают нашего внимания, как, например, слух, зрение, тактильные ощущения от хобби. Поэтому почему мы им пренебрегаем, и я думаю, что на самом деле это очень классно провести для себя челлендж. Единственное, бывает сложно выбрать какое-то блюдо, но для этого есть сайты-рандомайзеры. Вы там просто выбираете, например, хочу что-то попроще и полегче, вам выдается рандомное блюдо. Либо хочу сегодня быть как повар и приготовить что-то супер нестандартное. Вам выпадает рандомное блюдо, и вы его готовите. Мне прямо не терпится, и я думаю, что уже в ближайшее воскресенье этим и займусь. Хочу напомнить про чтение книг, ведь оно всегда остается тем самым хобби, который отлично разгружает мозг, заставляет работать фантазию. А в современном мире книги стали еще более доступными, чем во времена лишь бумажных форматов. Некоторые говорят, что на чтение не хватает времени, но очень бы хотелось. Так вот, я решаю этот вопрос с помощью цифровых книг, которые всегда под рукой. Уже много лет я пользуюсь сервисом Литрес. Там не только электронные, но и аудиокниги, подкасты, лекции. Я могу их читать и в поездке, и в очереди, и во время прогулки. И мне нравится, что я всегда могу найти нужную книгу, потому что у них широчайший и разнообразный ассортимент. В каталоге более миллиона книг, в том числе бестселлеры и новинки. Так вот, недавно у них вышла книга Михаила Лобковского «Привет из детства» как в электронной, так и в аудио-версии в озвучке актера Всеволода Кузнецова. Его голосом говорят Том Круз и Брэд Питт. Книга Лобковского о том, что многие ситуации или проблемы, которые с нами происходят, мы можем неосознанно воспроизводить сами. Причины этого зачастую приходят из детства. Где-то мы не получили нужной поддержки, любви, заботы. И книга позволяет понять, что не нужно винить себя или родителей, которых в свое время могли тоже где-то недолюбить, чего-то недодать. Книга помогает изменить свое отношение к прошлому и в настоящем самому решать, какой вы человек. Уходить от действий, которые делают вас несчастными и начать счастливую осознанную жизнь. Специально для вас у меня есть промокод CALM, который даст скидку 25% и книгу из редакторской подборки в подарок. Сканируйте QR-код на экране или переходите по ссылке в описании, ну а мы продолжаем. Следующее хобби это гончарное дело. Даже если не заниматься этим на постоянной основе, попробовать точно стоит. Я была на мастер-классе два раза и одно из изделий это вот эта чашечка. Я ее сделала такой неровной формы, чтобы видно было все мои пальцы. И снизу написала Positive Vibes. Так вот, за эти два раза, что я была на мастер-классе, мне настолько понравилось, что в моменте я даже хотела записаться на целые курсы. Но потом начался новый год, я что-то закрутилась. И вот сейчас вспомнила, на самом деле, возможно, я действительно пойду на курсы, потому что мне понравилось делать что-то руками, лепить. Это очень хорошо отвлекает от всех мыслей. Вот я заметила, в этот момент я ни о чем не думаю, кроме как вот сделать такую стенку, которая будет хорошо выглядеть. Следующее хобби, а скорее занятие, потому что этим нужно заниматься не на постоянной основе, это сделать постеры. Если у вас дома есть для этого место, либо у вас какая-то минималистичная стенка, слишком минималистичная, которую хочется дополнить, внесите туда частичку себя. Например, я сделала у нас дома два постера. Оба их я собирала в фотошопе, либо в программе по типу канва, я уже точно не помню. Но я просто выбрала цвета, которые мне нравятся. Выбрала форму, подпись. Например, у меня написано, If you can dream it, you can do it. То есть то, что будет вас либо мотивировать, либо вдохновлять, либо просто приятно выглядеть в интерьере. Я сделала эту картинку, выбрала формат, а потом просто сходила и распечатала. Это не только бюджетнее покупных постеров, но это еще и интереснее, потому что это что-то уникальное, и это что-то ваше. Следующее хобби в один момент поймало такую волну популярности, но я все равно хочу о нем рассказать немного с другой точки зрения. Это создание фото и видео на такую винтажную камеру, может быть мыльницу, может быть на старую камеру родителей, либо на пленочную камеру, то есть пока пленка не закончится, вы не увидите итог. Так вот, я к этому отношусь так, что знаете, иногда вы сидите с друзьями, да, у вас какой-то приятный вечер, не хочется доставать телефон, даже чтобы сделать фотографию. Ну вот, просто вот даже как-то немного принципиально, потому что все равно можешь отлично на какое-то сообщение, на звонок, хочется сделать вечер без телефонов, но при этом запечатлеть классные моменты. И так как у вас ограниченное количество кадров, вы просто делаете живой кадр, а не какой-то постановочный, который там 10 раз сфотографируетесь, пока все идеально не улыбнутся, но зато потом вы будете смотреть и вспоминать конкретно момент. Не вот эту идеальную картинку, где все вот так идеально стоят, идеально улыбнулись, а вот это именно что-то живое, что-то в моменте. Потому что есть такая цитата из моего любимого мультика Вверх, она звучит, по-моему, как-то так. Да, ну и глупости, я сказала, но глупости запоминаются больше всего. Следующее хобби, связанное с предыдущим, это создать альбом жизни. Конечно, у многих сейчас есть социальные сети, где вы выгружаете фотографии, можете к ним вернуться, но согласитесь, это что-то все-таки другое. В альбомы вы вложите те самые жизненные фотографии, которые, возможно, настолько смешные, что вы не будете выкладывать их в интернет, потому что никто не поймет, но для вас это истинные сокровища среди воспоминаний. Нок, сиди сюда, я тебе покажу. А вот и главный пушистик любимый. Она просто сидит так на меня смотрит, потому что она обычно вот тут сидит. А сегодня тут косметичка с цветочками, да, такая лапочка. Так, тут теперь везде мех летает. Ладно, это часть жизни с кошкой. Следующее хобби, оно скорее полезное, развивающее, это смотреть фильмы на языке, который вы хотите выучить. Это, конечно, менее приятно делать, чем смотреть на своем языке, но вы можете взять фильм или сериал, который уже смотрели, смотреть на английском языке или другом. Я хочу посмотреть в оригинале офис, но немного позднее, потому что мы только сейчас его пересматривали. Следующее хобби, это свечеварение. Я им раньше занималась и сейчас занимаюсь, когда появляется настроение. Для этого вам нужно будет только три крупных покупки. Это емкость для водяной бани, термометр и воск. Все остальное стоит недорого, а, например, емкость для свечи, вы можете взять какую-то старую кружку, чашку. Либо у вас был комплект из четырех, все разбились и осталась такая одна, одинокая, вы туда как раз-таки можете сделать свечу. Так как я обожаю свечи, это хобби мне понравилось. Но единственный забавный момент, практически в каждой моей свече был волос Ноксика. Я не знаю, как так получается, я прямо специально убираю ту комнату, в которой буду варить свечи, хорошенько протираю стол, вот эта пыль, вроде бы все убрано. Потом свеча готова и там все равно волос. Я не знаю, как это происходит, но да. Следующее хобби, это шитье. Я на самом деле очень раньше любила этим заниматься и периодически к этому возвращаюсь. Особенно мне нравится делать из какой-то старой вещи новую классную вещь. К примеру, из своей старой футболки что-то там вырезать, обрезать и оп, уже новая футболка. Либо на джинсах или джинсовой куртке вышить какой-то символ, который вы будете смотреть и так умиляться. Может быть, ваше любимое животное, либо какую-то мотивирующую фразу. То есть придать уникальности вещи, которые, возможно, даже окружающие не заметят, но вы будете об этом знать и радоваться. Здесь же я хочу напомнить про вязание, потому что, например, вязать крючком не очень сложно научиться. Но можно связать себе косметичку, например, сумку летнюю. А зимой это вообще актуально, можно связать шарф, шапку. Далее рисование. Если вы умеете рисовать, но давно это не делали, то вот вам знак. Но если вы не умеете, то просто попробуйте этим заняться для расслабления мозга. Либо если вы перфекционист и вы точно хотите что-то нарисовать такое идеальное, красивое, классное, что можно потом повесить на стенку, то ваш вариант это картины по номерам, либо раскраски. Кстати, почему-то вот именно раскраски для взрослых сейчас набирают какую-то популярность. Далее физическое хобби, и я хочу сказать про спорт в широком смысле. Именно это хобби хорошо влияет на наше физическое состояние, психологическое, нормализует сон. Поэтому я считаю, что очень важно найти тот спорт, который вам нравится. Если вы такое еще не нашли, то, возможно, сейчас самое время устроить челлендж и попробовать самое разное. Пусть это будет бег, йога, танцы, велосипед, баскетбол, волейбол. Вот я, например, совершенно не ожидала, что мне понравится баскетбол, пока я этого случайным образом не попробовала, то есть я даже не планировала. Также в детстве я обожала бомбинтон, потому что это вроде бы простой спорт, но при этом каждый раз, когда мы гуляли с подружкой, мы брали ракетки и играли. Еще, например, можно попробовать верховую езду, танцы, боевое искусство. Мне кажется, это очень даже интересно звучит и к тому же полезно. Тем более, совсем скоро у нас за окном будет тепло, сухо и можно большую часть спорта выполнять на улице. Слушайте, у нас уже такое яркое солнышко, что я тут начинаю спекаться. Поэтому давайте закругляться, и я хочу провести конкурс. В этот раз конкурс нестандартный, потому что подарок будет индивидуальный. Пишите в комментариях, каким хобби вы хотели бы заниматься, либо каким вы занимаетесь. Ну а я рандомно выберу человека, для которого подготовлю что-то для этого хобби. То есть, может быть, куплю картину по номерам или еще что-то. Я думаю, это будет и классно, и человека обрадую. Поэтому обязательно принимайте участие. Не забудьте ставить лайк на видео и быть подписанным на мой канал. Надеюсь, это видео вдохновило вас заниматься хобби, наполнять свою жизнь яркими красками. Ну а мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока!